ну вот добрый вечер решили открытые вебинары как раз перед wall street онлайн проводить так у всех получается попасть и сразу же и обзор провести можно значит в рамках предстоящего курса торговая стратегия от а до я ну собственно с нуля и до тестирования на в режиме real time и она начнется в декабре и 14 числа будет первое собрание участников так что если планируете доработать свою стратегию либо же разработать со нуля этот курс как раз на на или направлен на канале youtube если у вас если вы подписчик и либо же на сайте wolfxnet в разделе news там его вроде разместили так сейчас я проверю еще раз микрофон ну вроде нормально работать так 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 ну приступим тема сегодняшнего открытого вебинара опережающий индикатор ну я думаю вы знаете о их существовании и и список опережающих индикаторов огромный от экономических индикаторов макроэкономических и до синтетических синтетических которые формируются из данных которые мы получаем там цена различного типа осцилляторы средние цены синие взвешенные по объему есть еще ряд таких показателей которые ну мало кто применяет по крайней мере я в редко сталкиваюсь что как раз на опережение в такие доступные данные но в трейдеры не применяют для улучшения торговой системы качества сделок задача опережающего индикаторов торговой системе является лишь предупредить о предстоящем движении и чем раньше и чем лучше тем индикатор полезнее собственно можем затронуть экономические индикаторы которые допустим я применяю смотрю для снп и также индикаторы данных то есть объем и последующие потом все увидите и так для снп их есть разного список достаточно большой и от сложных индикаторов и целые комплексы индексы индикаторов даже есть и достаточно очень сложные вот допустим на улсейт онлайн периодически раз в месяц вернее я озвучиваю данные по опережающему индикатору в швейцарии киев а то есть там берется 12 показателей экономики банковские и потребительские и просчитывается по сложным формулам и данные которые больше предыдущего либо же ниже предыдущего значения указывают на замедление экономики процессов и либо же наоборот рост поэтому можно выделить из экономических индикаторов ну по крайней мере раньше за этими данными достаточно тщательно следили пока не начались все программы киеве 3 и все остальные значит третья продолжительность рабочей недели на производстве ну это из слабеньких данные об увольнениях рабочих промышленных в принципе количество безработных указывает на ну невозможность экономики создавать новые рабочие места тем самым естественно указывает на замедление это индикаторы достаточно этот индикатор очень показатель по безработным до кризиса очень внимательно следили и выход данных сопровождался очень волатильным волатильной реакцией стоимость заказов на потребительские товары скорость поставки новых товаров контракты на оборудование и изменения наличных наличных запасов также цены на сырье допустим для индекса S&P я применяю индикатор как раз из этого списка который я озвучил скорость поставки новых товаров совершенно случайно я как-то была беседа мы дискуссировали на тему экономики с одним человеком и он рассказал о том как он там давние давние времена следил за данными контейнерного оборота какого-то порта вот и тем самым просчитывал насколько идет товар обмен исходя из данных по количеству отгруженных контейнеров портов и так просчитывал можно покупать акции либо уже дело дела тут плохо но это такие с большим дальним горизонтом масштабы таких сделок естественно позиционно для фондового рынка в основном подходит но не для краткосрочных сделок да то есть для спекуляции это неподходящий индикатор и я после этого разговора задумался действительно есть какие-то данные которые могут раньше времени чем экономика начнет уже действительно показывать плохие данные раньше времени вот и начал изучать этот вопрос и вы не поверите но но допустим опережающий индикатор который я применяю это транспортный индикатор IYT давайте вам покажу так 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 ну по моему расшифровку а еще доу джонс транспортный индекс это транспортный индекс не банковский не металл другие а именно транспортный почему об обратите внимание как S&P достаточно жестко ушел от корреляции с этим индексом начиная уже с середины октября то есть идет достаточно агрессивно увеличивается дельта между двумя инструментами и почему транспортный дело в том что в Штаты Соединенные Штаты Америки достаточно такая большая страна и там обмен товара в основном происходит большими грузовиками поездами и транспортный индекс входит компания которая в основном грузовики по железной дороге и морские пути также еще аэро компании так вот оказалось что как только у транспортных компаний начинают идти дела плохо то есть это говорит о том что они начинают ну меньше зарабатывать соответственно это из-за снижения количества отгрузок да то есть сколько идет оборот товаров в стране то есть если он уменьшается и дела у транспортных компаний причем не только это конкретно у какого-то одного сектора допустим железной дороги это должно распространяться и на остальные типы транспортных компаний потому что может быть там из-за стоимости дизеля зарабатывать транспортным компаниям которые грузовиками траками перевозят товары естественно будут не очень хорошо поэтому у остальных секторов будет более-менее но если идет уже проблемы на каждом из секторов транспортных компаний это говорит о замедлении товароборота значит у экономики дела идут не очень и данные допустим по компаниям там потребительские индексы они реагируют на такую вот смену динамики в экономике любой страны немножко позже потому что ну у любых компаний там средних крупных есть какой-то резерв есть какой-то запас есть даже учитывая там саму саму отчетность которую они дают подают там тоже очень много времени проходит пока эти данные дойдут до действительных регуляторов контроль контролирующих органов и потом пока дойдет до нашего взора да то есть пока до нас дает эта информация это еще больше такой промежуток времени поэтому там реакция и за этими показателями уже как бы поздно следить а транспортные компании сразу реагируют то есть там нет товаров никто ничего не покупает нет отгрузки бизнес бизнес между бизнесом не перевозит грузы все есть такой индекс морской транспортный балтик индекс глобал то есть и он в общем такой уже на макро уровне то есть если там очень серьезные проблемы идет на снижение показатель то ну не самое время покупать фондовый рынок лучше дождаться пока когда начнет набирать обороты балки индекс также изучил в такой момент проводил разные подборки исследования не не для всех стран допустим ну именно транспортный индекс подходит да допустим для РФ транспортный индекс не 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 сильно качественно показывает смену настроения потому что ну дорог у нас нет как говорится не повезло с дорогами вот и большинство внутри страны перевозок идет железной дорогой а и порты то есть вот отчет увидеть реальные данные из контейнера оборотов в портах ну не самая простая задача поэтому достоверные данные точные сложно добыть и собственно остается нефть так как экономика очень целенаправленно развивается в этом направлении и огромный поток баррелей которые продаются является основным огромной частью бюджета да то есть доходов страны поэтому здесь вот допустим бренд и ртс ну белый график это ртс индекс фьючерс индекс ртс ну и вот там красненьким это фьючерс бренд склейка контрактов то есть здесь склеены контракты разные то есть нет разрыва между во время экспирации таким образом удобно очень анализировать сравнивать выводить различного типа закономерности и статистику как раз вот на курсе по стратегии мы будем очень много заниматься вопросом сбора необходимых ценных данных для построения торговой системы с учетом разных направлений то есть не только в объемном анализе там будут применяться все данные которые можно добыть из биржи вытащить цену информацию это все что необходимо сделать и обратите внимание на участки начнем здесь это 15 июня лето контракт сентябрьский и вот достаточно сильные снижения по нефтяному фьючерсу подсказывают дальнейшее движение индексом ртс то есть есть достаточно большой запас времени на более детальное изучение этого вопроса и принять решение здесь достаточно много времени допустим вот 16 седьмое и уже начали уходить где-то 20 до то есть несколько дней то есть это график чем меньше интервал естественно зависимость может слабее быть но на больших масштабах естественно тут креация достаточно сильная ну вот единственный момент середины октября держится очень твердо держится индекс ртс пока не сдается но я думаю что если не дай бог конечно пойдет ниже 40 тяжеловато будет удерживать на этом уровне индекс ртс все равно будет идти хотя бы корректирующий момент то есть фору запас времени достаточно неплохо то есть я считаю что в любой торговой стратегии у каждого трейдера должны быть какие-то свои опережающие индикаторы потому что ну мы с вами не видящие да мы не нострадамусы мы не можем видеть будущее поэтому хотя бы приближенную информацию к тому что может произойти через даже хотя бы 10-5 минут с инструментом который мы спекулируем дает очень хорошую и информацию ну и собственно в результате прибыль это экономические опережающие индикаторы их достаточно много если вы поищите на тех же ресурсах google финанс проштудируете библиотеки индикаторов которые там есть ну очень большой если у вас есть образование макроэкономическое я думаю вам несложно будет разобраться во всех сложных терминах вот ну я выбрал тот который мне понятен и и ближе то есть ну достаточно понятный индекс помимо показателей экономических есть еще опережающие индикаторы ну скажем информация которую интерпретируем то есть анализируем подсказывает о слабости тренда либо же его укрепление и я думаю что на индексе ртс особенно в принципе для всех фьючерсов этот тип опережающего индикатора подходит просто на бирже форд транслируется этот эти данные онлайн внутри торговой сессии я думаю вы догадались о каких данных идет речь это открытый интерес давайте вернемся к ртс значит открытый интерес показатель количества открытых позиций на рынке сезонно снижается показатель до экспирации и как только появится новый контракт набирают позиции открывает и участники и он набирает обороты открытый интерес полезен если у нас есть какая-то тенденция допустим есть рост либо снижение и нам нужно определить когда начнется коррекционный момент либо же разворот то есть ну когда будет заканчиваться тенденция при тенденции открытый интерес ну в стандартном в идеальном варианте должен набирать обороты то есть количество открытых позиций по ходу тренда должно увеличиваться за счет этого за счет этой подпитки новых сделок и продолжается расширение цены с помощью спроса и плюс еще добавок ликвидность которая проходит ордера которые срабатывают стоп приказы селлеров продавцов также подталкивают цену дальше и как только вы видите что начинают закрывать позицию рынок инертим и у вас есть еще запас времени и оценки не только открытого интереса остальных данных ликвидности того же имбаланс дельты для принятия решения допустим фиксировать позицию либо активировать поиск точки входа то есть естественно и для продаж также само открытый интерес должен набирать обороты то есть у любой тенденции которая идет на рынке причем открытый интерес то есть такие мелкие интервалы не особо хорошо работает то есть для открытого интереса нужны по большему таймфреймы то есть среднесрочные как минимум то есть внутри торговой сессии анализировать открытый интерес по индексу допустим можно то есть вы видите когда набирают позиции когда сбрасывают по стопам когда выходят вот допустим сегодня так проискинул сейчас поставлю 20 вот индикатор показатели почему его назвал опережающим так как он предупреждает заранее еще участники торгующие не знают что те кто зашли допустим раньше по тренду в начале тренда они начинают уже сбрасывать позиции то есть фиксируются и показатель интереса начинает снижение остальные торгуют как ни в чем не бывало но вы уже видите что начинает постепенно скидывать и чем больше скидывают позиций тем ближе близится точка реверсивности для тренда который вы мониторите либо в котором вы участвуете в качестве торгующего тренда видите здесь достаточно быстренько в течение двух часов это срез изменения относительно дня то есть это не полностью сколько открытых позиций за контракт то есть непосредственно колебания открытого интереса если включить за период контракта там это мелкое колебание даже можно не заметить то есть это колебание существенно именно для интродейт небольшого таймфрейма то есть вот здесь уже начали фиксировать как видите этот участок и все уже как бы снижение прекратилось ну осталось только наблюдать аномально нестабильные колебания что в принципе уже не ново вот то есть если вы открыли шорт то стоять дальше в позиции допустим три дня уже ну не безопасно то есть можно уже мониторить инструмент на предмет полной реверсивности и вот за два дня смотрите как потихонечку набирали позиции вчера как раз пик открытия пришелся на массив который был на максимуме торговой сессии причем я собирал статистику по ртс давненько было но она в принципе это фундаментальная статистика все экстремумы значительные то есть весомые которые были сформированы не за счет фиксации покупок допустим максимум а действительно открытие продаж то есть целенаправленный вход в шорт там группы игроков они проходят в основном на повышенном открытом интересе и как бы дальнейший рост показателя это хорошие данные то есть еще может продлиться тренд потому что поступает новое топливо поступает новый кэш тем самым расширяется дальше и дальше как только начинает происходить фиксация позиции ну вы видите сегодня даже на среде двух дней это существенно вышли так как перед выходными не хотят скорее всего держать позицию либо на выходные вывести кэш ну по разным причинам в общем зафиксировались и вы уже эти данные видите что другие фиксируют нет больше топлива для дальнейшего расширения дальше уже относительно своей стратегии делайте выводы принимайте решения ну полностью закрывать либо частично либо обезопасить свою позицию это уже дело которое вернее решение должны принять вы сами ну и также из данных которые идут с биржи опережающий индикатор это ликвидность то есть объем ну в масштабах часа либо же торговой сессии скажет как открытый интерес то есть допустим если идет рост по инструменту и ну вы думаю знаете что расширять цену на покупку сложнее то есть на фьючерсах особенно покупки всегда проходят более медленно и дольше продажи они ну в 2008 год видели продажи могут быстренько произойти вот и толкать цену все дальше и расширять пробивать новые максимумы месяца там максимум недели естественно нужно на повышенной ликвидности потому что давление селлеров с каждым уровнем все больше и больше если допустим при новом максимуме вы видите что ликвидность в эти периоды идет уже ниже среднего средняя то есть не повышенная я сразу мониторю этот вопрос если будет ниже среднего то уже нужно следить за возможным реверсом и быть на ну во всеоружии ну и собственно дельта то есть тут цепочка агрессивных селлеров либо байеров за какой-то период времени в зависимости от масштаба который вы по которому вы работаете также может предупредить о смене тенденции очень распространенные моменты когда инструмент идет на рост а дельта по сути крупными пакетами проскакивает на продажу то есть вроде должна дельта быть да на покупку раз инструмент идет на рост то есть должны быть более агрессивные байеры а по дельте по данным проходит больше ну дельта с перевесом на стороне продавцов и так там несколько паттерн может продолжаться и понятное дело что уже покупку держать не стоит и можно даже рассматривать где точку на продажу открыть то есть вот такие есть опережающие индикаторы и чем надежнее чем качественнее вы настроите их чтобы они работали как часы естественно будет и проще работать на рынке ну в общем они неплохие помощники триггер получается по времени что вот может произойти реверсивная ситуация ну так же вектор рынка а в совокупности все эти ближайшие индикаторы в общем надежные помощники вот вот так вот их мы тоже будем рассматривать настраивать и собирать данные в этом курсе одна из тем даже не тем а нескольких даже дней контрольные уровни естественно ну это не опережающий индикатор это как бы тот чекпоинт а вот открытый интерес допустим для российского рынка самый мощный инструмент хотя его почему-то трейдеры редко используют очень крутая вещь не синтетика это реально вот открытые позиции на рынке многое мало больше меньше пробную версию программы продлить за деньги ну демо ну триал версия которая на семь дней дается в принципе вы можете написать в support если закончилось семь дней прошло семь дней уже вы не успели рассмотреть изучить либо оценить нужна вам или нет такая программа напишите в support вам еще на семь дней продлят не проблема достаточно лояльно в этом плане поэтому даже продлевать за деньги не нужно будет а скажите про золото ну золото в плане обработки сбора информации поиску опережающих индикаторов слишком много не уделял внимания но делают еще такие как это называется не собственные индексы ну ребята программируют берут котировки акций которые акции компании которые добывают и продают золото вот и работают уже с этим сводом индексом относительно золота вот можно такие устраивать вещи ну естественно как коррелятор серебро это бесспорно добыча золота ну это нужно мониторить да 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 там их всего 20 в мире кто там добывает нормальное золото немного так что это не 500 компаний в индексе смп500 к сожалению у нас нет времени на модели объемный разворот вы можете открыть любой инструмент на взять классер профайл ну вот я из быстренько быстренько вам покажу допустим и любые разворотные точки они проходят особенно если продажа идет смена на покупки то объем это обязательно то есть это первую очередь если нет объема дальше эту модель можно не рассматривать так ну в августе корректировку по смп помните да я уже подумал что начали преждевременно сливать индекс но как только надо сразу же прошел оборот который в несколько раз превышает в три в четыре раза превышает стандартного видите то есть целая цепочка сессии шла на повышенном обороте неделя так точно просто на аномальных и потом еще неделя на поддержке второй раз они подходили к минимуму как видите снова вырос растет ликвидность это обязательно любые поддержки они в первую очередь надо смотреть на объем если его нет то никому поддерживать вот вам разворот на объеме да да подтверждение ну в принципе логически даже если подумать у нас идет тенденция на продажу ее нужно остановить а это инерция это кэш то есть нужно влить объемы на торможение тенденции собрать этих всех селлеров потом вывести в баланс успокоить маркет и потом еще накинуть объема чтобы создать действительно спрос с перевесом это в любом случае тут даже никак без объема не обойтись естественно он как контрольный в первую очередь показатели и критерии необходимы для всех фьючерсов ну не можете пока не покидать комнату я сделаю паузу перед волстит онлайн нужно настроить окна подготовиться и продолжим через там буквально 20 минут в этой же комнате только будет волстит онлайн окей если будут вопросы пишите на email на skype по поводу следующей пятницы тоже будет открытый вебинар тему вебинара узнаете в рассылке обещаю будет тоже полезно и интересно такие вебинары проводятся достаточно часто и они все складируются на нашем канале youtube этот плейлист закрыт для остальных но подписчиков клиентов компании обязательно этот плейлист открыт поэтому если вдруг вы не найдете не расстраивайтесь вы просто должны подписаться и если и в этом случае не отображается плейлист напишите в skype education просто через добавление email вас добавят его вам откроется этот плейлист там очень много и стратегии дельты и арбитра арбитражная стратегия целая коллекция спасибо что пришли послушали надеюсь был полезный вебинар интересный и информация пригодится вам встретимся через 20 минут на онлайн не прощаемся в бы в не в в